Любимые, дорогие, всем бонжур! Еще одна неделя пролетела, самое время делать расклад на текущую, начавшуюся неделю с 14 по 20 декабря. Приятные сюрпризы и, надеюсь, не менее приятные предупреждения. Три варианта ответа перед вами. Загадывайте либо по картам Таро Маленького Принца, либо по перушкам с Алиэкспресса. Загадать можно себя, можно загадать интересующего вас человека, посмотреть, как у него эта неделя сложится, можно загадать какое-то предприятие, вопрос, проблему и посмотреть какие-то подсказки. На дне колоды остается здесь карта Рыцарь Кубков. Ну, явно здесь идет речь у нас о любви, о любовных признаниях, о любовном стремлении друг к другу, о реализованном любовном стремлении и, скорее всего, еще о том, что как некое напоминание о том, что кому-то нужно прекратить бегать в колесе, как белка, немножко свернуть с вот этого привычного ритма, спешиться, дать и себе отдых, и людям вокруг отдых. Если кто-то на машине ездит, то своему железному коню тоже дать отдых. Ну, если кто-то ездит на реальном коне, то и дать отдых реальному коню тоже вариант. В общем, давайте отдых на этой неделе всем своим коням. По коням у вас будет в следующий раз, да, может быть, вы все весь год по коням были в таком состоянии. По коням, восклицательный знак. А теперь время расслабиться, время отдохнуть, время вырваться из вот этого ритма и просто, ну, насладиться чувствами, насладиться любовью, может быть, сделать кому-то романтические признания, романтические подарки, ну, либо просто остановиться, чтобы провести время с любимым человеком и принять от него, опять же, романтические признания, романтические подарки. Все, пожалуй, красивая часть закончилась, общая. Очень радует, что такая романтическая карта выпала на общий вариант для всех. Давайте теперь уже конкретизировать, как обычно, и переходим к частным трактовкам. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, зелененькое перышко, приятные сюрпризы и, надеюсь, приятные же предупреждения для вас на эту неделю. Я две карты выложила на приятные сюрпризы и одну на приятное предупреждение. Так, четверка Пентаклей, девятка Пентаклей. Давайте с этих карт начнем. Четверка Пентаклей говорит вам о том, что вам нужно, несмотря на общую карту рыцарь-кобков, вам на этой неделе нужно заняться, ну, может быть, подведением итогов, может быть, сведением баланса какого-то, может быть, просто посчитать расходы, посчитать, дебет с кредитом свести, что называется, может быть, просто посчитать, что на что вы тратите и в плане денег, в первую очередь в плане денег, и в плане своего времени, да, то есть посмотреть, как вы расходуете свои ресурсы в принципе, в том числе и деньги, в том числе и время, в том числе, я не знаю, да, если у вас люди очень в общении, очень сильно вытягивают энергию, если они просят вашего внимания, начинают висеть у вас на ушах, да, грубо говоря, вот, просят вашего внимания и этим, да, тем, что вы их выслушиваете, сопереживаете им, выражаете им эмпатию, которую люди от вас ждут, может быть, этим они вас опустошают, и они вот выкачивают из вас силы какие-то, вот если у вас такая ситуация, то, пожалуйста, сами посмотрите, кому сколько вы даете, и не слишком ли много вы уже кому-то чего-то дали, то есть, может быть, вы кого-то уже закормили, или наоборот, вам нужно перераспределить, да, не то, что ото всех совсем отказаться, закрыться, да, в эскапизм уйти, может быть, вам есть смысл кому-то давать чуть меньше, потому что вы людей, может быть, уже набаловали, а кому-то, да, вот кому много слишком даете, а кому-то, может быть, дать чуть больше, потому что кому-то может не хватать вашего внимания банально, времени, проведённого с вами, вашей любви, энергии, ваших денег взаймы, может быть, кто-то просит, и т.д. и т.п. Короче, вы поняли, все ресурсы здесь нужно подсчитать, привести к какому-то балансу, посмотреть, что для вас, что для других в вашей жизни. Ну, прежде всего, деньги, хотя мы помним, что деньги – это тоже энергия. Отдавая деньги, мы и энергию тоже отдаём в каком-то смысле. Ну, хотя всё нам возвращается через другие руки, через третьи руки. Я, кстати, тут вот на эту удочку чуть не попалась, вернее, не так, не то, что чуть не попалась. У меня на Авито тоже стоят некие объявления, и мне позвонила девушка и начала, извините, вот толкать вот эту байду, что вот сейчас, ну, она попросила скидку, я ей скидку сделала, так помимо скидки она мне ещё начала толкать некую байду, ну, на тему, да, философскую, на тему, полчаса толкала, извините, я жалею, что я её слушала так долго, да, на тему, что всё, что мы вкладываем в себя нам, всё возвращается. Все ресурсы, все деньги, на себя жалеть нельзя, всё, что мы в себя вкладываем, да, в свой внешний вид, в своё это самое, оно всё помогает нам продвинуться, пойти дальше, произвести впечатление. Все вложения в себя, они всё окупаются. В принципе, девушка, видимо, тоже Гексли, да, девушка говорила всё вот абсолютно тоже, с чем я согласна, да, что я часто сама говорю там в этих во всех гаданиях, в этих во всех видео. Но когда тебе вот это вот полчаса этим компостируют мозги, и когда реально тебя не, ну, как бы не то, что этим не поддерживают твою самооценку, да, и здесь нету цели как-то поддержать твою самооценку, здесь была цель, извините, стрясти с тебя скидку, то есть когда вот, причём скидку я и уже сделала, что она ещё от меня хотела, да, ещё что-то мне хотела впарить сама, чтобы я у неё что-то взяла при этом, да, то есть молодец, не только мне скидку впарила, но ещё и сама мне что-то своё решила, так сказать, презентовать, ну, не знаю, что у неё там было, какие замыслы, всё это очень сбивчиво, как часто бывает у гекслей, вот, поэтому вот я увидела некую такую обратную сторону себя, некое собственное зеркало, да, в каком-то смысле, но я как бы тут ни с кого денег не стрясаю, я говорю это искренне, я говорю типа правильные вещи, да, вещаю правильные вещи, она вот вещала правильные вещи, но с некой целью для себя прежде всего. Это я к чему? Это я к тому, что, да, вот на таком примере, ну, здесь не совсем выпала карт по поводу своего собственного зеркала, зеркало, я думаю, на предыдущей неделе скорее было актуально, да, в одном из вариантов, здесь вариант, вот не ведитесь ни на какие такие разводки, а сами распределяйте свои ресурсы, посмотрите, кто что вам предлагает и кто что от вас требует, и сами уже, ну, выбирайте, кому вы сколько и что даёте. Вот такой здесь интересный вариант, да, то есть, ну, что называется, как, да, благими побуждениями выстлана дорога, сами знаете куда, в ад, то есть, любые правильные фразы можно сказать с манипуляцией, да, любыми правильными фразами человека можно загнать в угол, это вот мы тоже знаем, да, такие перевёртыши. Короче, не позволяйте вот так с вами обращаться другим людям, берегите свои ресурсы, считайте свои ресурсы, на этой неделе это будет очень актуально. И сами распределяйте, перераспределяйте свои, ещё раз, ресурсы, свари, да, свари свои ресурсы. Ну, может быть, у кого-то, если продукты где-то старые завалялись, да, есть смысл либо выкинуть их, либо сварить, вот, да, чтобы оно, ну, не лежало мёртвым грузом, и чтобы потом, что можно ещё сварить, лучше сварить, да, чтобы потом и съесть, чтобы потом не выкидывать. Тоже вариант, да, разгрузите холодильник как вариант, посмотрите, что у вас там валяется в холодильнике, лишнего может быть. Так, дальше приступаем, да, ну, поняли, инвентаризация. Первая карта, четвёрка Пентаклий. Подсчёт денежек. Может быть, да, ну, подсчёт, подсчёт и некое планирование, не скажу самоограничение в финансовых тратах, скажу планирование своих финансовых трат на будущее. И очень интересно, следующая карта – это девятка Пентаклий. В принципе, карта хорошая, карта сада, здесь буквально вот некий сад. Я думаю, что эту неделю вам захочется провести в замкнутом пространстве, то есть, либо это в офисе вы сидите, что-то считаете по работе, ну, довольно комфортная у вас там обстановка, и вы, ну, можете полностью погрузиться в эту свою работу, либо вы дома сидите, что-то считаете, да, вот, инвентаризацию дома проводите, и, в принципе, вам дома тоже хорошо. То есть, в любом случае, это такая вот, да, здесь у нас два персонажа сидячие, да и тут, кстати, тоже сиденье. Вот сплошное сиденье у вас на этой неделе идёт. Сидим на попе ровно, сидим спокойно, подсчитываем ресурсы, подсчитываем денежки, перераспределяем всё, наслаждаемся комфортом вокруг нас. Может быть, сначала нужно вот эту операцию провести, чтобы в итоге насладиться неким комфортом, некой гармонией обстановки вокруг, уютным домом, гармоничным офисом, гармоничными отношениями на работе, да, если вы на удалёнке сидите, вообще всё шикарно, да, я думаю, эта удалёнка на этой неделе, во всяком случае, будет для вас и спокойно, и приятно, и вы будете, ну вот, сижу, работаю, как дома, спокойно, да, и, ну, дома как дома, да, где дома, а дома как дома. Вот, то есть карта, в общем-то, такой вот, ну, и расслабленности с одной стороны, с другой стороны, получение результатов, наслаждение теми результатами, которые вы получили, извините, да, опять же за тавтологию, наслаждение вот той ситуации, которая у вас есть, то есть вы что-то наработали, вы свели, наконец-то, баланс, и вот сидите, радуетесь тому, что у вас есть. Может быть, если у вас дома цветы, если у вас дома, вот, как дом-сад, если, если хотя бы у вас какие-то фотообои красивые, или где-нибудь на кухне, да, обои в цветочек, да и не только на кухне, или если на стенах у вас висят красивые цветочные картинки, да, всякие фотографии красивые, рисунки, да, хоть, да, если у вас есть дети, пусть дети вам цветочков нарисуют, и повесьте этот рисунок на стену, пусть все любуются, какие у вас талантливые дети, и вы будете любоваться некими вот цветочками, которые дети вам нарисовали. Тоже вариант, да, то есть окружите себя цветами, окружите себя вот какой-то такой цветочной обстановкой. Но если у вас дома цветы на подоконнике, вот посидите рядом с цветами, там на балконе, оранжерея, зимний сад, и всё такое, это для вас будет очень, ну, ресурсно, да, даст много отдыха и много ресурсов внутренних. Может быть, эти две карты действительно связаны в том смысле, что, когда вы распределите свои ресурсы, распределите время на людей других, распределите свои деньги, вы успокоитесь, да, что у вас, дай бог, тьфу-тьфу, на всё хватает, да, вы просто вот сядете и будете наслаждаться той ситуацией, которую вы сами себе собственноручно создали. То есть вы себя успокоите, немножко поработав, создав себе уют, создав себе комфорт, создав себе, ну, вот какой-то, какой-то островок стабильности, в том числе финансовой, ну, и в том числе белосенсорный, уютный, да, вот уют, спокойствие, сидим на попе ровно. Вот эти главные ваши, можно сказать, да, атрибуты на эту неделю. Что вы на этой неделе будете делать, да, ну, любовных карт здесь особо, наверное, не выпало. Давайте вам девятку Пентаклей прочитаю. Наслаждение результатами своих трудов, рост и расцвет. Вот так, ясно, коротко и просто, рост и расцвет, да. Всё прекрасно, всё замечательно, давайте деньги в рост, пусть у вас, если было 4 монетки, станет целых 9 монеток. Ну, не в том смысле, что 10 рублей разменяла, да, а в том смысле, чтобы приращение, прибавление капитала было, это тоже очень важно. Кто-то, может быть, здесь действительно получит какие-то выплаты, которые вас очень порадуют и которые позволят вам, ну, какое-то время не заботиться, может быть, о финансах, ну, либо вообще просто порадоваться и не заморачиваться финансовыми проблемами. Короче, здесь вы на финансы ориентированы, и финансовые вопросы у вас будут решены благоприятно, то, что вас порадует. Десятка мечей, переходим уже, наконец-то, к предупреждению, да, я так всё вот красиво постаралась вам рассказать, всё красиво и, ну, максимально-максимально всё, что я могла вам здесь сообщить по этим двум замечательным картам. Убедительно, да, постаралась вас убедить. Десятка мечей здесь нам говорит о том, вернее, предупреждает о том, что если у вас будут какие-то проблемы в отношениях, если будет даже чья-то болезнь, вернее, не так, не проблемы в отношениях, вот именно болезнь, именно, ну, какие-то внешние факторы, которые могут вот испортить вам настроение, внезапные какие-то внешние факторы, вроде болезни, такой довольно тяжёлой, резкой, внезапной, вроде каких-то потерь, но я не думаю, что это будут финансовые потери, это вот скорее какие-то отношенческие потери, да, почему я сказала про проблемы в отношениях, потому что Десятка мечей нам всё-таки немножко говорит либо о слабом здоровье кого-то из ваших близких, не обязательно вас самих, либо о каких-то вот потерях тоже среди близких, именно в отношениях, да, людей, которые вам дороги, пардон. Вот, имейте в виду, что эти потери, не стоит потерь бояться, эти потери сблизят вас с вашими родными, с вашими близкими, с дорогими вам людьми, то есть потери нам даны тоже как испытания, и все эти негативные испытания, все эти форс-мажоры, даже просто, ну не то, что форс-мажоры, но просто какие-то даже заболевания, какие-то болезни внезапные, они могут сблизить вас с вашими близкими и с теми людьми, с которыми вы не находили общий язык, вот с теми вы можете найти общий язык, или с тем, с кем вы были довольно холодны, вы тоже можете сблизиться именно благодаря, ну, каким-то негативным событиям в вашей жизни, может быть, болезни какой-то, если родственник ваш будет болеть, или любимый человек, фу-тьфу, не дай бог, конечно, попробуйте просто побыть с ним рядом, поддержать, и это тоже вас сблизит, человек выздоровеет в итоге, а ваши отношения останутся, благодарность вам останется, да, то есть все плохо, но мы вместе, вот такое значение этой карты, мы вместе, мы друг друга поддерживаем, не обязательно, опять же, что у вас будет все плохо, но, во всяком случае, вот эта поддержка, она для вас будет таким очень важным моментом, который вам пригодится в будущем, и который вас будет поддерживать еще вот, ну, много-много раз, да, эх, раз, еще раз, что-то еще, один раз не пидорас, да, что-то еще хотела сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло, вот так можно охарактеризовать эту карту, вот, ну, пожалуй, вот такие значения по картам, и давайте по платью для Амазонки, вам тоже прочитаю какую-нибудь небольшую цитатку, кстати, можете меня поздравить, я теперь продаюсь, эта карта, фу, эта книга платья для Амазонки, теперь продается и на, и на сайте буквоеда, в буквоеде, ну, давайте посмотрим, какую-нибудь цитату для вас, я думала, вы не такая, думала, вы гордая и сильная, а вы, как жутко горят сейчас ваши глаза, вы страшная женщина, оставьте меня в покое, не хочу вас больше знать, и не смейте меня преследовать, иначе я приму меры, и вас упрячут в сумасшедший дом, где вам и место, ну, возможно, да, я стоял как громопоражённый, не мог пошевелиться, вот, значит, кем я для неё всегда был, ну, короче, короче, если от кого-то, да, вот это к моменту о потерях, если от кого-то вы услышите такие слова, что вы страшная женщина или мужчина, страшная женщина, оставь меня в покое, уйди, старушка, я в печали, сюда я больше не ездок, и т.д., и т.п., вот если вы услышите от кого-то такие, ну, грубые и обидные слова, и вроде как человек сам обиделся, а делает ещё вас виноватой, да, или виноватым, что вы страшная, вы там накосячили, да, что вы виноваты, ну, и пусть его, что называется, да, во-первых, перемелется мука будет, во-вторых, ну, вас в этом положении будет кому поддержать, вот так вот, и, может быть, по четвёрке Пентакли, я говорила, не зря, наверное, по перераспределению ресурсов, ну, и на десятку мечей тоже не зря сказала, оговорилась сначала, вернее, что какие-то отношения вам предстоит потерять, ну, извините, вот если человек сам отваливается, и наговорит вам кучу гадостей, то и нехрена его кормить, да, с собой, если он вам говорит, что вы его не докорнили энергией, вы страшная женщина такая-сякая, плохая, ну, и пошёл он нахер, извините, вот, вам это сэкономит ресурсы, энергию, силы, время вашей жизни, нервы, и самое главное, нервы, так что, да, по девятке Пентакли у вас всё будет прекрасно, вы будете довольны, когда избавитесь от такого человека, когда разрешите ему от вас уйти, и не слушайте вот эти вот все тирады насчёт того, что, ах, ты такая страшная, ты такая, не такая, да, я думал, ты не такая, а ты такая, вот, в общем, да, если кто-то начинает вам на этот, на эту тему компостировать мозги, явно это манипуляция, явно это, вот он себя, этот человек хочет сделать хорошим, вас сделать плохим, плохой, вот, ну, и ради Бога, и дуй отсюда, как говорится, да, и до свидос, Петрович, вы остаётесь с радостью по девятке Пентакли, вы остаётесь в своём мире, вы остаётесь в своём самодостаточном мире, я бы сказала, да, и у вас вот, у вас жизнь праздник, у вас жизнь сад, у вас жизнь отдых, вот, что можно здесь сказать о вас на этой неделе. Интересно, интересно, девки пляшут, если снизу посмотреть, как говорится. Всё, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, надеюсь, что всё-таки вы не услышите ни от кого таких жестоких слов, что вы такие-сякие плохие, да, страшные, страшные, вот, я надеюсь, что, а если услышите, то сам дурак будет, вот, хозяин-барин, сам дурак, но надеюсь, что всё-таки всё будет прекрасно, и вы сами разберётесь со своими отношениями, и со своими ресурсами, и в любом случае у вас всё будет спокойно, ровно, неделя отдыха, неделя, получения удовольствия от жизни, вот, от своей жизни, самодостаточной. Всё, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, такой интересный, классный вариант, мне нравится, нравится, вот, я, правда, загадала другой, но я бы такой, от такого я бы тоже не отказалась, потому что иногда людей из своей жизни тоже надо чистить немножко свою жизнь от некоторых людей, ну, некоторые сами отваливаются, и сэлявиш, что называется, такова жизнь. А я перехожу к следующей, ко второй позиции. Итак, для тех, кто выбрал беленькое перышко, и следующую, вторую позицию, приятные сюрпризы, и предупреждения, ура, ура, для вас на эту неделю, ну, что, туз пентаклей, я вас поздравляю. рыцарь мечей сначала, туз пентаклей, десятка пентаклей, две карты, на приятные сюрпризы, это круто. Во-первых, по рыцарю мечей, вам нужно действовать быстро, куй железа, не отходя от кассы, причем, это самое железо, как вот в этом фильме, бриллиантовая рука, говорилось о деньгах, куй железа, да, вот, некий эфемизм, ну, вернее, там, сленг такой был, у вас тут явно на этой неделе тоже идет речь о деньгах, куй железа, куй деньги, не отходя от кассы, делай деньги сразу, делай деньги быстро, если кто, если вы что-то продаете, извините, да, ну, или покупаете себе что-то в плане инвестиций, чтобы потом как-то продать или получить какую-то выгоду, допустим, да, неважно какую, вам нужно быстро делать сделку, то есть, если к вам совершать сделку, если к вам пришел покупатель, хватайте его, идите, если вы, да, если вы что-то продаете, продавайте, у вас это продастся очень быстро, да, быстро выставляете, быстро продастся, денежки получите свои, если хотите купить что-то, тоже быстро увидел, да, пришел, увидел, победил, вот такой ваш девиз на эту неделю, види, вени, вичи, вот как-то так, да, види, вени, вичи, ну, вичи победил, да, ну, короче, неважно, да, короче, это латынь, по-моему, это этот самый цезарь, да, девиз цезаря, или цицерона, неважно, короче, пришел, увидел, победил, пусть это самое главное, кем, чей бы этот девиз ни был, пусть это будет вашим девизом на эту неделю, то есть, делайте все сделки быстро, чтобы быстро получить прибыль, причем, эта прибыль будет не быстрая, да, вот что называется, быстрые деньги, но эта прибыль будет очень перспективная, то есть деньги сейчас получите, и на перспективу эти денежки вам тоже помогут, и они будут, ну, потихоньку-потихоньку вот как-то капать, да, как-то прирастать для вас. Здесь, возможно, для вас будут какие-то путешествия, поездки внезапные, да, то есть вот пришла какая-то информация, срочно собирайся, поезжай, едь, оформляй, вот, поезжайте, собирайтесь, да, здесь нужно быть легкими на подъем, здесь могут быть какие-то такие вот внезапные моменты, когда вам нужно быстро собраться и куда-то ехать, чтобы у вас рюкзак какой-то или какая-то сумка была все время собрана, или какие-то документы все время были при себе под рукой, да, чтобы вы могли, ну, не бегать там по всей квартире, да, или по всему офису искать какие-то документы важные, а чтобы вот так вот собрал и поехал, да, поехал сразу оформлять. Возможно, что здесь, ну, конечно, нельзя все предусмотреть, возможно, что по всяким сферам жизни вот на вас накатят внезапно какие-то новые возможности, но главное это сфера денег, это сфера финансов, сфера финансовых ваших возможностей. Если у вас какой-то бизнес, вот будьте, да, будьте предупреждены, имейте в виду, что вам придется финансовые вопросы решать довольно быстро. Если у вас они не решались никак, да, вот здесь вот попрет, что называется, вот здесь вот придется и сделки заключать, и кредиты, может быть, брать выгодные, да, последние недели, что называется, вот. Насчет продажи, покупки недвижимости, здесь тоже может быть очень благоприятный вариант, причем, если у вас появляется покупатель, он может быть, да, если продает недвижимость, он может быть такой очень нахрапистый, очень агрессивный, да, ему надо скорее-скорее до Нового года сделать сделку, вот, возможно, он потребует, да, во-первых, будет на вас как-то давить, наезжать, да, или даже там риелтора заставит на вас давить, и сам будет на вас давить, да, что скорее-скорее, вот давайте это сам, то есть подгонять будет в каком-то смысле, довольно агрессивно даже, и, возможно, да, ну, возможно, вариант этот будет для вас благоприятным, да, я люблю просто говорить на Туз Пентакли, вопросы по недвижимости, поэтому мне кажется, что Туз Пентакли говорит не только о ваших возможностях, вообще в финансах, да, и начало какого-то проекта финансового, который принесет вам прибыль на будущее, да, и в будущем будет приносить прибыль, то есть та прибыль, которую вы получите сейчас, это только начало, вот так вот, но здесь мне хочется еще сказать и про недвижимость, да, что Туз Пентакли, это еще и покупка-продажа недвижимости, когда вы либо выгодно покупаете недвижимость, вам это тоже нужно сделать сейчас, до очередного подорожания, допустим, да, или пока кредит дают, если вы продаете недвижимость, или, да, хотите снять недвижимость, тоже вариант, сейчас квартиры очень быстро уходят, да, или если хотите одну продать, одну купить, или там не одну купить, да, не важно, не одну продать и одну купить, всякие варианты могут быть, в рифму сказала, здесь вот возможно вы совершите эти все сделки удачно, успешно и главное быстро, да, то есть возможно вам нужно скорее продавать, чтобы скорее что-то ухватить, потому что хорошие варианты действительно уходят буквально за несколько дней, на самом-то деле, вот, такой вот, такая история, если вы что-то не могли продать, да, если у вас, допустим, не зря я все-таки в начале, да, в начале я начала там про Авито рассказывать, вот, если у вас что-то стоит на Авито, или на прочих этих самых ресурсах, просто какие-то вещи продается, да хоть сапоги старые, да, какие-нибудь, или там монетки старые, или еще что-то такое, старье какое-то, да, возможно здесь вот сейчас будет некий бум на продажу, кстати, да, ту спинтакли монета, почему бы вам не нагрести какие-нибудь старые копеечки, если нужны деньги, попробуйте выставить, может быть, свои старые копеечки советские, а то может еще и раньше у кого-то что-нибудь завалялось, да, старые деньги, или какие-то раритетные деньги, какие-то интересные денежки, монетки, возможно эти монетки, ну или, ладно скажу, ювелирные украшения, золотые украшения, хотите продать, можете попробовать продать, и на этой неделе продажа пойдет хорошо, если, что, если, да, если хотите купить, тоже будет хорошее вложение, перспективное, потом продадите это с большей наценкой, да, с большей накруткой, с прибылью для себя, что еще сказать, да, здесь хотела что-то про монетки сказать, ладно, неважно, еще по рыцарю мечей, еще какой, какой важный момент, да, ну я думаю, что вы тут сами поймете, сами насчет туза пентакли приложите на свою ситуацию, то есть это деньги, это новые финансовые возможности, реализовывать, которые у вас получатся на этой неделе, а прибыль вы будете получать пролонгированно, постфактум, и это только начало вот некой деятельности, это только начало, да, начало получения вами каких-то денег, да, каких-то бонусов от жизни, и в принципе возможностей, да, в сфере финансов, в материальной сфере широко, можно сказать, да, и в сфере имущества, да, и всего, всего, что вот касается материалю, и по рыцарю мечей, еще можно сказать, если вы злитесь на кого-то, если у вас какой-то конфликт с кем-то, я думаю, что в этом конфликте вы правая сторона, держитесь этой позицией, не бойтесь, как бы конфликтовать, во всяком случае, теми способами, которые вам доступны, да, ну может быть кулаками махать вы не станете, но что-то сказать, и поставить человека хотя бы вербально на место, или предъявить какие-то свои доказательства в пользу, да, в свою пользу, я думаю, да, или если у вас какая-то тяжба идет, то присовокупить еще какие-то доказательства, какие-то документы и т.д. и т.п., я думаю, вот это вам здесь, у вас хорошо это получится, да, то есть держите свою позицию, нападайте даже в какие-то моменты, да, вот здесь вот такая даже агрессивная позиция ваша, агрессивное поведение ваше, если вы хотите особенно защитить что-то свое, если вы хотите защитить свои деньги, свои ресурсы, свою, опять же, недвижимость, то, пожалуйста, это вот такой замечательный вариант, ведите себя агрессивно, активно, как минимум активно, претендуйте на свое, отстаивайте свои интересы, у вас все получится, вот такой интересный, интересный здесь вариант, еще, кстати, по рыцарю мечей можно сказать, что здесь вам, ну, будет за вас какой-то значимый человек, то есть это какой-то посредник, или человек, ну, вот, да, типа риэлтор, типа адвокат, да, вот какой-то специалист, который будет на вашей стороне, который будет защищать ваши интересы, ну, который тоже будет себя, может быть, вести активно, агрессивно, но если он агрессивно защищает ваши интересы, ну, и дай бог, да, и спасибо ему за это, вот, быстро, если он будет вот ваши интересы преследовать вместе с вами, то я думаю, что все получится, и вы получите свою награду, свой результат, свой выигрыш, все, что у нас ассоциируется с тузом Пентакли. Дальше, десятка Пентакли идет, здесь внимание, опять же, да, как на прошлой неделе, был там вариант, что внимание на семью, опять же, здесь идет, как в прошлом, как в предыдущем первом варианте, опять две Пентакли, и карты, кстати, одна мечевая, там одна мечевая, и тут тоже две Пентакли, одна мечевая, я раскладывала, сначала все первые, потом все вторые, потом все третьи, поэтому это просто совпадение, а не то, что я плохо колоду помешала. Насчет десятки Пентакли, вам нужно обратить внимание на семью, может быть, защитить, вот так вот, открыто в конфликте, не боясь каких-то конфликтов, открытых столкновений, не боясь тем более поезда к путешествию, вам нужно защитить финансовое положение семьи, стабильность семьи, спокойствие семьи, наследство какое-то ваше, или то, которое вы хотите кому-то оставить, семью и имущество семьи, давайте широко скажем, деньги семьи, квартиру семьи, квартиру семьи, машину семьи, раз уж тут самолет, самолет семьи, ладно, лошадь семьи, барашка семьи, хорошее отношение в семье, если вот им есть какая-то угроза, вам нужно это активно защищать, в принципе у вас это получится, и в принципе это откроет для вас даже новые какие-то финансовые возможности, то есть вы отстоите свои границы, станете таким вот защитником для своей семьи, и себе потом еще спасибо скажете, и все ваши тоже скажут вам спасибо. Десятка монет, уверенность в безопасности, счастливая семья, богатство, поддержка, ну вот что, так вот по пунктам пойдем, уверенность в безопасности, поддерживайте уверенность в безопасности ваших близких, они это вознаградят вам, пусть, даже если вы женщина, а не мужчина, будьте защитником, защитницей вашей семьи, в плане безопасности вообще, в том числе финансовой, счастливая семья, пусть ваша семья будет за вами счастлива, вот как за каменной стеной, богатство, сохраняйте богатство семьи, семья вам отплатит этим богатством же, и поддержка, оказывайте поддержку всем в семье, кто в ней нуждается, защищайте всех своих, все свое ношу с собой, всех своих защищаю, вот такой вот девиз, наверное, для вас, и давайте я вам все-таки прочту из платья для амазонки, прошлую неделю пропустила, сейчас прочту все-таки, вот я пока говорила, заложила, заложила страничку, весьма изобретательно кивнула она, что ж, вы наконец нашли достойного компаньона для ваших расследований, прекрасно, человек не должен оставаться один, я тут изменила, никто не должен оставаться один, ну и человек, и никто, и никто не должен оставаться один, в принципе, ну и вы в том же самом, и вы то, и вы тоже, и вы так же, и вы в том же смысле, ну вот я думаю, что одни вы здесь не останетесь, если вы не бросите одних, в точку, в точку попала цитата, хотя я не подглядывала, естественно, если вы не оставите ваших близких одни, одних вернее, то вы и сами одни не останетесь, потому что человек не должен оставаться один, весьма изобретательно, кивнула она, тоже кстати, весьма изобретательно, это тоже сюда подходит, что ж, вы наконец нашли достойного компаньона для ваших расследований, прекрасно, ну кто хотел найти достойного компаньона, адвоката, юриста, адвоката, пожалуйста, вы найдете, кто хотел найти компаньона по жизни, вспомним у нас на дне колоды, рыцарь кубков, так что вот, пожалуйста, ваш рыцарь кубков романтический, ваш компаньон по жизни, кто хочет, тот найдет, пусть вы его найдете на этой неделе, забыла вам сказать, что теперь платье для амазонки выставлено, продается на буквоеде, так что можете меня поздравить, вот, а я поздравляю вас с таким замечательным вариантом, пусть у вас будут деньги, пусть у вас все все купят, пусть вам дадут денег, пусть вы отстоите все свои семейные ценности, финансовые ресурсы вашей семьи, и пусть ничто вас не страшит, потому что у вас достаточно силы, достаточно энергии, а еще какой момент, если у вас какой-то праведный гнев на кого-то есть, не сдерживайте этот гнев, дайте как бы вот волю этому гневу праведному, ну, опять же, не до мордобоя, но хотя бы поставьте человека на место, да, хотя бы вот выразите свои эмоции человеку, чтобы он знал вашу твердую, несгибаемую позицию, все, пожалуй, замечательный вариант, побольше вам денег и финансового благополучия, новых финансовых возможностей, о чем нам сказала центральная карта, туз пентаклей, редко выпадает, редко, все, ребят, счастья вам, любви, гармонии, я перехожу к следующей, к третьей позиции, и так для тех, кто выбрал розовенькое перышко, и третий вариант, приятные сюрпризы, и предупреждения для вас на эту неделю, ну что, еще один туз выпадает, на приятные сюрпризы, две карты, девятка мечей, и восьмерка жезлов, на предупреждение туз жезлов, ну что, девятка мечей, здесь у нас маленький принц, утешает некого пьяницу, что можно сказать, ну если буквально кто-то у вас вот такой вот зависимостью страдает, или вообще страдает любой зависимостью, там игромания, это тоже зависимость, зависимость там от чужого мнения, или кто вернее даже не то, что страдает, да, зависимость от партнера некого, кто страдает, скажем так, неверием в себя, что вот ничего не получится, все пропало, я ничего не могу, да, у меня нету никаких ни сил, ни ресурсов бороться самостоятельно, может быть, бороться с болезнью, бороться с какими-то навалившимися неприятностями, вот если у вас есть такой нытик, да, нытик по неволе, может быть, в вашем окружении, может быть, вы такого человека сможете утешить на этой неделе, да, то есть вы человека вытащите из упаднического состояния, с одной стороны. Девятка мечей – это, да, карта страхов, борьбы со страхами, так что, возможно, вы и себя сами, помоги себе сам, что называется, врачу исцелися, возможно, вы сами себя вытащите из каких-то своих страхов, тут буквально может быть освобождение от какой-то фобии, да, помощь себе, как бы со стороны, да, тут такая вот работа, как бы работа психолога, но я думаю, что, ну, если вы с психологом работаете, явно эта работа пойдет вам на пользу, она вам поможет наконец-то, наконец-то результат, а не как в анекдоте, да, что сын приходит к отцу и говорит, что я вылечил твою пациентку, которую ты не мог вылечить 20 лет. Отец вдохнул и говорит, ну, конечно, она этого стоит, это потому, что на ее деньги ты получил образование. Ну, вот, возможно, вам попадется именно такой сын, который вас вылечит, да, и скажет, крошка сын к отцу пришел, да, и сказал, что он вылечил его пациентку. Вот такой какой-то вариант, да, то есть если вы попадете или попали уже в руки специалиста, то специалист вам поможет, вот типа психолога, да, вас поддержит. Если вы долго с ним работаете, на этой неделе вы, наконец-то, ощутите результаты вот этой долгой работы. Если у вас есть близкий человек или подружка, друг, который вас вот так вот морально поддерживает, родственник, любимый человек, эта поддержка вас очень выручит и вытащит, да, из какой-то дипры, может быть, хандры, или вот, ну, просто иногда, да, когда вот что-то случается, иногда сразу идет, ну, естественное реактивное состояние, состояние паники, состояние растерянности, и иногда важно, чтобы, ну, как бы кто-то со стороны, ну, да, взгляд со стороны свой передал вам и сказал, что, ну, как бы ничего страшного, есть такой выход, такой выход, да, главное, вот не паникуй, главное, вот, собери силами, сейчас что-то делай, да, потому что силы есть, возможности есть, да, главное не бояться, да, у страха глаза велики, вот такие какие-то моменты, да, то есть, возможно, здесь или вы, опять же, выступите вот таким вот человеком поддержкой, да, человек-мужик, человек-психолог, человек-спаситель, причем здесь это будет в плюсе, это будет не спасение какое-то, да, как мы помним, Ницше, что ли, говорил, падающего, подтолкни, а у вас все-таки другая, немножко позиция, или Шопенгауэр, или не помню, как обычно, кто, да, у вас другая позиция, у вас не позиция Ницше, Ницше все-таки, наверное, да, падающего подтолкни, у вас совершенно другая позиция, у вас, наоборот, падающего поддержи, вот если вы поддержите кого-то, это будет для него очень важно, и он вылезет из своих страхов, и начнет, да, сам встанет на ноги, начнет что-то делать, или кто-то вас вот так вот вытащит, поддержит, и вы найдете в себе силы что-то сделать, ну, или, извините, третий вариант, да, как говорится, с третьего не дано, но тут третье дано, и, наверное, это наиболее, ну, вообще наиболее, да, первый вариант, а не третий, наиболее вероятно, что здесь вы сами себя успокоите, сами себя возьмете в руки, вытащите из каких-то страхов себя сами, да, вот как этот Мюнхгаузен себя там за что? За усы? А, за косичку он себя вытащил из болота, вот так вот себя сами вытащите, а, да, находчивость, находчивость, ну, и поймете, что вы имеете силы, что вы имеете возможности, что вы можете, в принципе, встать на ноги, встань и иди, что называется, можете встать на ноги, идти дальше, решать проблему. А, кстати, восьмерка жезлов, здесь, возможно, у вас общение либо с иностранцами, либо с людьми разновозрастными, либо с людьми из разных социальных слоев, либо с людьми абсолютно разными, вот что называется, Мы такие разные, но все-таки мы вместе, мы такие разные, но мы группа, мы команда, мы тусовка одна. Возможно, здесь вы получите помощь родственников, помощь коллег, помощь близких. Вы поймете, что вы не один, что вы не одна на свете. Вот, да, и что? И вы здесь достигнете тех целей, которые будете ставить перед собой. То есть это опять же помощь. Может быть, кстати, вы какого-то человека вдохновите, растормошите его, вытащите, пардон, из депрессии, да, и вдохновите его именно на ноги встать. И этот человек потом вам же и поможет, и вместе вы чего-то достигнете, каких-то результатов. Потому что восьмерка жезлов – это карта, ну, да, и быстроты, вернее, даже не быстроты, как в спешке действий здесь, а здесь именно быстроты достижения результата. То есть если вы что-то хотите сделать, объединитесь, вдохновите кого-то, перешагните через свои страхи, помогите другим людям перешагнуть через свои страхи. Уже, наверное, в четвертый или в пятый раз скажу. Встать на ноги, помогите себе и другим, объединитесь с этими людьми, и вы получите вот в награду результат общей совместной работы, да, причем, ну, очень быстро вы этот результат получите. То есть только впряглись и уже сделали, уже получили, да. То есть если одна там делала бы 100-500 лет, а вместе сделали, ну, допустим, за всю эту неделю вы решите поставленные перед вами задачи. Может быть, эти задачи нужно действительно решать быстро, и вы быстро решите, если найдете таких вот единомышленников, если вы их воспламените, тоже вам помочь. Хотя здесь вполне воспламените, вполне вдохновите. Еще раз можно сказать, да. Как интересно, что две эти карты, они как бы вот соединяются в один такой вот общий смысл. Вот, вот так вот. Тут жезлов, да, насчет восьмерки жезлов есть такое, есть, по-моему, такое выражение. Взяться дружно не будет грузно. Вот что, взяться вместе не будет тяжело, да, взяться вместе. Каждый возьмет свою какую-то посильную долю ответственности. Может быть, действительно, здесь команда из восьми человек, да, и каждый берет свой участок. Самое главное, как говорится, разделить эти полномочия, делегировать ответственность, делегировать вот эти вот сектора, работать слаженно, быстро, четко, ясно. Но я думаю, у вас это получится в любом случае, да, потому что у вас такая будет сильная поддержка, сильная команда единомышленников, друзей, близких, вообще тех людей, которых вы подключите к этой своей деятельности. Вот, в том числе контрагентов, в том числе там иностранцев, в том числе людей, которые мыслят по-другому, думают по-другому, думают на другом языке, на языке Вольтера, опять же. И, да, наконец-то к предупреждению перехожу. Туз Жезлов, да, вот в общем контексте, мне кажется, что тут Жезлов говорит как раз о том, что не берите всю ответственность на себя, распределяйте, да, распределяйте вот ответственность между участниками вот этой самой, да, группировки вашей, группировкой Ленинград. Будьте мудры, потому что змея – это символ мудрости, но, да, это не просто пение там, это Жезлов, да, как это символ. Асклепия, да, то бишь эскулапа, то есть если вы занимаетесь врачеванием, в том числе врачеванием душ, помощью людям, вот посох вам эскулапа в руки, да, и вперёд идите. Чей же он был сын, я уже забыла, честно говоря, да, по-моему, Аполлона, что ли, он сын, и там какой-то нимфы или музы, или не помню уже кого, как обычно. Вот, в общем, это, опять же, карта жизненной силы, да, ну, распределяйте ресурсы, не всё тащите на себе, потому что ваши силы всё-таки ограничены, имейте это в виду. Будьте мудры, вот о чём говорит эта карта о предупреждении, да, будьте вот как змея некая, да, мудрая, которая мудро принимает решение. Если у вас, извините, такой вот не язычок, а жало, острый язычок, вы знаете за собой это, иногда это хорошо, конечно, но на этой неделе, пожалуй, ваш острый язычок нужно, ну, немножко как-то сгладить. То есть, ну, по-лишнему людей не колоть, будьте мудрыми, но не колкими, вот так можно здесь сказать, да, будьте мудрыми, но людей не обижайте, а наоборот поддерживайте своей мудростью. Вот, что здесь главное говорит вам эта карта. Сейчас хочу посмотреть, какое именно здесь у неё значение. Туз Жезлов. Открытие новых дорог перед внутренним взором, перед началом духовного путешествия таинственная змея призывает сбросить старую кожу, чтобы обновиться. Ну, может быть, попробуйте обновиться, попробуйте взглянуть на мир, на людей по-новому. Но если вы будете действительно вытаскивать себя из каких-то страхов или других людей вытаскивать из страхов, а бывает, что когда ты другого человека вытаскиваешь из какого-то страха, ты сам освобождаешься от какого-то страха, да, либо когда ты помогаешь другим людям, ты сам себя чувствуешь более самодостаточным и сам в себе что-то прорабатываешь. То есть с самим собой иногда сложно проработать какие-то моменты, а когда вы тренируетесь на кошках, что называется, да, когда ты с другим человеком работаешь, да, ну, перенос, конечно, не очень хорошо в работе такой психологической, но в любом случае ты можешь и в себе что-то понять, понимая и поддерживая других людей. И поддерживая других, можно поддержать себя. Вот так вот, да, и начать жить заново, и действительно сбросить старую кожу и получить какую-то мудрость, извините, да, громко скажу, мудрость. Давайте я вам прочитаю из своей книги «Платье для амазонки» некую цитату. В предыдущих вариантах совпало, давайте посмотрим, совпадет ли здесь. Давайте, может быть, здесь. Я долго не притрагивался к подарку. Ну да, это про кожу пошло. Даже смотреть на него было больно. Зачем она сшила его? Что за жестокая насмешка? Я вынужден был признать, что не могу разобраться, почему она так со мной поступила. Я не понимал любимую женщину, самого дорогого, самого важного для меня человека. Так, быть может, я заслужил муки, меня постигшие. В конце концов, кто я, что я, странное неправильное существо и люблю тех, кого мне любить не положено. В самом деле, стоил ли я любви от того, чтобы обрести счастье? В общем, такие вот философские, философско-депрессивные вопросы. Может быть, вы сами их себе задаете в плане такого внутреннего диалога, что отношения не складываются, и вы что-то себе накручиваетесь, я извиняюсь, периодически. Может быть, ваш любимый человек или близкий ваш человек, может быть, даже кто-то из родственников или ребенок, если он взрослый, тоже начинает в таком, тоже проигралась, можно сказать, эта цитата, вот четко идет к девятке мечей. Кто я, что? Я странное неправильное существо. В самом деле, стоил ли я любви от того, чтобы обрести счастье? Вот, может быть, чей-то такой вопль вы услышите на этой неделе, и вы человека, ну, да, должны будете поддержать как-то. Ну, или себя, если вы впадете в дипру на тему, стоите ли вы счастье, то, пожалуй, вспомните вот об этом раскладе, и поймите, что у вас есть друзья, есть поддержка, есть люди, к которым вы всегда можете обратиться, и самое главное, сбросьте вот эту старую кожу, сбросьте вот это вот все как вот некое платье, да, здесь вот платье лежит на... Да, собственно, платье лежит перед героиней, вот, ну, и героиня начинает, глядя на это платье, вот, думать, вот, такие вот, да, такими мыслями грузиться. Поэтому, вот, сбросьте с себя негатив и наденьте на себя какую-то красивую, приятную для вас одежду, да, новую кожу, влезьте в новую кожу, ну, или сбросьте старую, нарастите новую кожу, вот, да, этот новый облик, еще у нас тут жезлов, это карта перерождения, карта перерождения сил, карта высвобождения сил, вот такой вот новый облик, он придаст вам четкость, мудрость, уверенность, веру в себя, да, и, ну, и здоровье в каком-то смысле тоже. Вот, да, короче, верьте в свой разум, в себя, в свой здравый смысл, у вас все получится, вот, и поддерживайте других людей тоже, поддерживайте, берегите их веру в себя, и вместе вы все сможете. Пожалуй, вот так вот, кто хотел отношений, кто хотел любви, я думаю, что здесь у вас, да, если у вас человек запойный немножко, увлечить, увлеките, вернее, да, пусть он увлечется вами, увлеките его любовью, восьмерка жезлов и тушь жезлов, это все-таки карты близости, карты секаса буквально, поэтому вот попробуйте, может быть, да, да, здесь тогда у нас этот рыцарь, кубков, который предлагает выпить, вот лучше воздержаться от выпивки, тогда можно так сказать на этот вариант, а заняться любовью вместо выпивки, вот такой интересный здесь момент, да, тогда вот такой некий демон-искуситель, который выпивку предлагает, лучше все-таки на любовь переключиться и переключить вашего любимого человека, и, в принципе, я надеюсь, что здесь у вас будет даже бурное свидание, свидание, ну вот, с близостью, такой горячей, которая и вас обновит, и вашего близкого, родного, любимого человека тоже. Все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, кстати, забыла сказать, что мою книгу «Платье для Амазонки» теперь можно найти и в буквоеде, по крайней мере, на сайте у них есть, да, так что можете меня поздравить, у меня тоже некое обновление. Удачи вам, пусть у вас все будет хорошо, сил вам, здоровья, положительных эмоций. Спасибо картам, спасибо моей книге, было классно, всем спасибо, всем счастливо, всем пока.